На смену уже знакомому посетителям библиотеки имени Пушкина проекту НЛО в этом году пришла библиония. Ребята разделились на команды, разошлись по площадкам, чтобы окунуться в удивительный мир историй. На столах лежали карандаши, ручки и листочки, чтобы дети проявили свою фантазию и воплотили ее на бумаге. Вместе с ребятами мы будем сочинять истории, читать истории, говорить истории. То есть самое главное в этом проекте слово «история». История, которая объединяет все, что нас окружает. Мы действительно будем говорить с ребятами об интересных книгах. Мы будем очень много всего с ними интересного, творческого делать на основе книжных историй. Форматы темы меняются, но одно остается неизменным. В центре внимания всегда книга. Библиотекарь делает все возможное, чтобы дети полюбили читать, узнали что-то новое, нашли новых друзей и просто весело провели время. Мне кажется, она интересна из-за того, что она делает то, чтобы посмеялись или просто улыбнулись. Было весело, чтобы. Василиса Тимощенко приехала в Саров на каникулы и не смогла пропустить возможность приобщиться к созданию новых уникальных историй. Девушка признается, что очень любит читать и что-то придумывать. И такие встречи дарят ей много положительных эмоций. Она вместе с товарищами по команде придумала фантастический сюжет, по которому даже можно снять короткометражный мультфильм. Инопланетянин, летя на своей тарелке летающей, он приземлился неудачно к избушке дракона, задев ее. А у дракона завтра день рождения. Ему исполняется 222 года. Отсылка на Пушкина, которому 222 года. Так вот, дракон обижается, так как ему повредили избушку, и уходит к себе обратно. А потом инопланетянин чинит избушку и поздравляет его с днем рождения, соответственно, хэппи-энд. Все истории, которые дети придумывают во время посещения Библионии, будут размещены на сайте библиотеки, чтобы все желающие смогли прочитать уникальные истории и, возможно, приобщиться к творчеству. Библиотека имени Пушкина ждет всех желающих посетить Библионии каждую среду в 14.00 для лиц старше 6 лет. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.